— Возвращаясь к Кирпенской декларации, там именно противостояние режиму Путина с оружием в руках. И, собственно, это, конечно, всех поразило тогда, шокировало. Сейчас совсем другая реальность. Но у меня вопрос. Понятно, что вы, наверное, на него не ответите, но оружия достаточно? — Что ж не отвечу? Отвечу с удовольствием. Недостаточно. Надо больше. — А где его брать? — Есть единственное место, где его можно брать — это Украину. Больше других путей нет. То, что Путин начал это вторжение, он, конечно, создал возможность доступа большому количеству граждан к оружию, которые получают его на полях сражения. И трофейное есть оружие, которое, соответственно, никаким образом не учитывается. Но я считаю, что на самом деле сейчас абсолютно все, кто хочет перемен в России, они должны над этим работать и обеспечивать доступ российских граждан к оружию. Это просто является основной прямой задачей. Но я, надо сказать, я всегда исповедовал точку зрения, что у граждан должно быть право на восстание, право на вооруженное восстание. И, соответственно, у граждан должен быть доступ к оружию. Так же, как в Соединенных Штатах есть вторая поправка, которая гарантирует возможность каждому иметь у себя дома огнестрельное оружие. Я считаю, это абсолютно правильный подход, правильная концепция, когда создавал в России организацию, которая называлась «Право на оружие». То есть я считаю, что если бы это было, то Путин бы намного-много-много осторожнее себя вел сейчас.